В Верхневолжье будет создан первый в России экотехнопарк. Сегодня его функционал и расположение обговорили на заседании регионального правительства. Кроме того, обсуждались другие экологические решения, связанные с качеством питьевой воды, очищением рек, озер и водоохранных территорий, а также уровнем лесовосстановления. О том, как в ближайшие годы будет меняться экологическая ситуация в регионе, расскажет Мария Шалованова. Территория Тверской области полна лесных и водных богатств. В Верхневолжье располагается более 1100 озер, 980 крупнейших рек, а также более 1000 небольших притоков. Кроме того, больше половины площади — это леса и заповедники. Чтобы сохранить природные богатства и ресурсы для следующих поколений, необходимо прямо сейчас принимать меры по их восстановлению. Об этом на заседании заявил Игорь Удэня. Целевыми задачами реализации национального проекта «Экология» на территории нашего региона является сокращение в 7 раз объема загрязненных выбросов. Бассейн реки Волга, повышение качества питьевой воды, централизованного водоснабжения для нашего населения и, конечно, максимальное полное восстановление лесов. Кроме того, в Тверской области реализуются шесть экологических проектов. Оздоровление реки Волги, чистая вода, сохранение уникальных водных объектов, чистая страна, комплексная система обращения с ТКО и сохранение лесов. Первая из них подразумевает улучшение экологического состояния реки Волги. Необходимо снизить долю загрязненных сточных вод, которые впадают в водную артерию и ликвидировать объекты накопленного ущерба. Для этого будут построены и реконструированы 8 очистных сооружений и систем водоотведения. В соответствии с проведенной Министерством строительства Российской Федерации инвентаризации, доля загрязненных сточных вод в Тверской области в реку Волга составляет 2,26% от общего количества сбросов или 71,853,000 метров кубических. Тверская область находится на девятом месте. За пять лет планируется снизить количество загрязненных сточных вод в Волгу с 72,000 кубических метров в этом году до 9,5 тысяч в 2024-м. Очистные сооружения в первую очередь является критичным, особенно для таких городов, как Ржев, Конаково, Городня, город Тверь. Еще один водный региональный проект «Чистая вода». Его главная задача — повысить количество граждан, которые обеспечены чистой питьевой водой в Твери до 99%, а в области до 86%. Для этого в муниципальных образованиях будут проведены работы по модернизации ниток водопровода, реконструкции водозаборов, станции водоотчистки, а также строительство локальных станций водоподготовки. До 1 декабря 2019 года запланировано заключение контрактов на строительно-монтажные работы по модернизации нитки водовода от Тверецкого водозабора до Дюкер-Восточного моста. Проект с меддокументацией прошла согласование и экспертизу. Остальные 17 объектов расположены в Кесовогорском районе, городе Ржеве, Бежицком, Балаговском, Калязинском районах, Вышневолодском городском округе, городах Тверь, Торжок, Ликославском и Кстетихинский район, Нелидовском городском округе, Сандовском, Спировском районах, а также в Удоминском городском округе. Борьбе с мусором был посвящен отдельный вопрос. Для того, чтобы решить проблему загрязнения, Верхневолжье будет создан первый в России экотехнопарк. Его планируют возвести в 2019-2020 годах. Мусоросортировочный комплекс будет многоступенчатым. 40% отходов будет идти в компостирование, еще 40% на полигон ТКО, а оставшиеся 20% на предприятия-переработчики вторсырья. Благодаря этому в Тверском регионе к 2024 году увеличится доля ТКО, направленных на обработку, до 100%. Мы себе стратегически ставим план прийти к современнейшим технологиям работы с отходами мировым. А это, по сути дела, ноль отходов, когда можно отказаться вообще от захоронения. У нас тогда не будет мест захоронения, а наоборот, эти грунты могут пойти на рекультивацию уже свалок, накопленного эффекта устранения, и тем самым оздоровить нашу землю, планету. Кроме того, более 358 миллионов рублей за 5 лет будет направлено на сохранение и восстановление лесов. Этому будут способствовать не только увеличение площади лесовосстановления, но и оснащение спецтехникой и противопожарным оборудованием.